Сегодня мы прежде всего хотим поприветствовать всех присутствующих. Давайте поаплодируем себе. Безусловно, мы понимаем, что у каждого была возможность выбрать те доклады, которые вы сегодня хотите посетить. Именно поэтому у нас будет общая часть, с которой мы сейчас начнем, панельная дискуссия с антиработателями Херсона и Николаева. Сейчас я каждого в отдельности привет ставлю, но прежде чем мы перейдем к ней, безусловно, хочется рассказать вкратце, как будет проходить сегодня наш с вами день для того, чтобы каждый из вас имел возможность ориентироваться хорошо на нашей конференции, но и самое главное, никто ничего не пропустил. При регистрации вы имели возможность получить тайный план сегодняшней конференции, где очень точно расписано, мы будем стараться придерживаться этого тайминга. После панельной дискуссии мы с вами разделимся на два потока, и у нас пройдет три лекции для девок в соседней 254 аудитории, а также три доклада для QA специалистов. Они будут проходить здесь же. После этого я обращаю ваше внимание, что у нас будет снова общий поток, он будет проходить здесь, где будут доклады от наших спикеров о пиемской менеджерской части. Ну и, безусловно, после них в завершении конференции мы с удовольствием разобираем самый главный приз, так как эта конференция проводит спектр рождения Дейт-Арт, поэтому очень символично в этом году мы празднуем 13 лет, и мы создали курс 13 вопросов о офисе Дейт-Арт в Херсоне. Вы имеете возможность по QR-коду на протяжении всей конференции в любой момент подключиться к этой анкете, ответить на 13 вопросов, которые касаются жизни нашего офиса. Ну и в завершении конференции, я хочу сделать акцент, что именно в завершении конференции с помощью рандомайзера, вы выберем победителя среди всех участников, кто даст правильно 13 ответов на все вопросы. И этот участник получит самый главный приз, чемодан со слабостями. Не знаю, может он поделится со всеми гостями, может он заберет его лично, но тем не менее решили, чтобы хорошее настроение пробовать, вот именно такой приз и сделать. Также я не могу не сказать огромное спасибо нашим партнерам, которые сегодня поддерживают эту конференцию и пришли к нам для того, чтобы точно так же рассказать о себе всем вам, дорогие участники. Безусловно, прежде всего хочется сказать спасибо Херсонскому государственному университету за то, что он нас принимает у себя. Мы им очень благодарны и признательны за это. Нельзя не поблагодарить наших партнеров, которые сегодня могут вас консультировать с вопросом IT. Это компании, IT-компании, Костиндастрия, Z-Price сегодня представлен, Bizon. Ну и также есть две компании замечательные, которые еще предоставляют IT-образование в нашем городе, а это именно Bit.ru и Академия Шага. Спасибо всем огромное и отдельное спасибо, конечно, хочется сказать нашему партнеру, благодаря которому сегодня мы все с вами, несмотря на то, что целый день обещают быть интересным и очень насыщенным, сможем впитывать и вкушать абсолютно все наши доклады, всегда находясь в активном состоянии, потому что Альфа-банк предоставляет сегодня кофе для всех нас, а это очень важно. Им точно так же отдельное спасибо. Ну а еще есть две компании замечательные, Transloid и TopLive.ua. И IT-компании, которые сегодня, друзья, точно так же уготовили для вас отдельные еще и подарки, призывы, вы их можете видеть, я просто сакцентировал внимание, качу, да, именно здесь, в этом зале, они будут разыгрывать свои призы в основном потоке. Когда, какой приз вы будете получать, от какой компании будет это разыгрываться и где будет представить розыгрыш, вы можете следить в нашем Телеграм-канале. Поэтому подключайтесь. Первый год есть у вас, мы будем сообщать не только в Телеграм-канале, но и, конечно же, на протяжении всей конференции, либо в этом зале, либо в соседнем, в зависимости от времени. Договорились? Из орг-моментов вроде бы у нас все, поэтому, друзья, сейчас я думаю, что мы не будем следовать нашему заявленному таймингу и передвигаться и начинать нашу фанельную дискуссию. Сегодня для ее проведения вы можете видеть за нашим столом представителя антикомпаний Херсона и Николаева я хочу сделать на этом акцент. И сейчас я перейшусь поближе к нашим гостям для того, чтобы каждого представить. Надеюсь, ваши аплодисменты. Друзья, когда я буду готовиться представлять каждого присутствующего, сегодня у нас на третьей конференции традиционно должны были, должны были выступить человек, который основополагающий IT в нашем городе Александр Владимирович Спираковский. Оно в том, что по семейным обстоятельствам некоторые знают, и, к огромному сожалению, ему не Доросева здесь присутствует, но, безусловно, он передал свой месседж и Дмитриевич Доросев его сейчас озвучит, как раз, пока мы перейдем в другую часть представления наших акцент. Всем привет. Я, собственно, от имени и Александра Владимировича, и себя лично хочу поприветствовать всех участников. И это большое достижение Херсона, того, что мы собираем уже такие серьезные профессиональные аудитории. Я думаю, Александр Владимирович, как человек, стоящий у истоков, собственно, и IT-города, и который очень много сейчас делает для образования, собственно, IT-специалистов, хотел бы поприветствовать и передать каждому из вас огромный привет и пожелать успехов в работе и нашей конференции, в дальнейшее освоение IT-индустрии и улучшение их. Спасибо большое. Ну что ж, начиная по данной дискуссии, мы так и начнем представлять наш подруг. Сегодня у нас присутствует здесь проект-менеджер компании GrandsLoyer и Adison Artur. Давайте его поприветствуем. Рядушку с ним представитель компании Топлива Юэй Дивианда Евгения. СТО Топлива Юэй, единые создатели, да? Поэтому очень рада, что сегодня вы с нами. Представитель от постиндастрии Сергей Тургин. Большой аплодисменты. И представитель от рейта Артурген в офисе Кирсонского офиса Дмитриевича Доросева. Я бы также хотела сказать, что у нас должен был быть еще и партнер сегодня компании Z-Price, это лисицкая гикотинина, исполнительный директор, но, к сожалению, начали на такое, что все болеют, поэтому сегодня она не присутствует, но мы очень благодарны, что Z-Price и он все-таки с нами, со своей компанией. Поэтому, в любом случае, спасибо вам, дорогие наши партнеры. Давайте в поддержку мы поаплодируемся в качестве участников. Но вести к дискуссию мы будем сегодня именно таким составом. Как и говорилось, что сегодня мы поговорим о том, чему же ожидать на мокальном IT-рынке в городе Херсон и в Николайме в 2020 году. Кто, как не, эти работодатели могут об этом лучше сказать. И прежде чем мы перейдем к вопросам, безусловно, у нас есть самые главные вопросы, которые волнуют наших жителей Херсона, которые работают в ИСФЕР, мы с них начнем. Но я не могу не сказать о том, что каждый из вас сможет задать сегодня вопрос вот на таком режиме, прямо из зала. Но если вы стесняетесь, вы можете воспользоваться нашим телеграм-паналом, озвучивать вопросы там, и мы, безусловно, их будем передавать нашим участникам. Чтобы было понятно, почему такие тренды каждая компания для себя видит в 2020 году, безусловно, хочется, чтобы несколько слов прозвучало от наших участников в параллельной дискуссии. Расскажите, пожалуйста, первое, ознакомьте нас в своей компании, расскажите, кто вы, чем занимаетесь и какие ваши основные направления. Я думаю, что мы в таком же порядке и пойдем, если вы не возражаете. Поэтому Артур, транспорт, прошу. Добрый день, меня зовут Артур, как представили. Транспорт – это транспортная компания, компания продуктовая. Основная деятельность – это транспортная логистика. Но буквально несколько лет назад мы запустили достаточно масштабный проект для себя внутри, внутренний проект. Это система учета, вместе с Купе СЦН системой, с финансовым учетом и регистрацией достаточно большого массива поездок, которые производит наша компания. И в планах, конечно же, этот продукт обкатать на собственных сотрудниках и выпустить его уже в рынок, как коммерческое решение для подобных компаний, как мы. Ну, вот, как-то, 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 как-то. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Евгений, я думаю, что вам есть, что сказать о топливе Юрей. Расскажите нам. И познакомьтесь, у нас с вашей деятельностью. Скажу еще раз, меня зовут Евгений Дерянко. Я скировал компанию топлива Юрей и один из ее основателей. Два с половиной года назад мы с компанией Transloin, так сказать, подумали, проанализировали рынок того, что в транспортной грузоперевозке 40% стоимость самой грузоперевозки это является топливом. И поскольку у нас были заключены много контрактов с топливными компаниями, такие как ВОК, ВОК, Шелл, мы решили создать мобильное приложение, которое для обычных пользователей, для обычных водителей будет нести пользу в плане экономии на заправке. И создали мобильное приложение. Разработали его и уже буквально, как скоро два года, уже успешно работаем. У нас полмиллиона пользы от Белебаза. И сейчас у нас в Кэшлайне уже, думаю, надо быть и молодая, но успешная команда, которая занимается этим приложением. Спасибо, Кэшлайне, достаточно большое, благодарю вам. Приходим дальше, по ФНД в третьем день. Расскажите о вашей деятельности и вашей компании. Всем добрый день, меня зовут Сергей, как уже представили. Я технику-проект менеджер. Наша компания, она частично аутсорс, частично продуктовая. У нас есть и свои проекты, так и аутсорс проекты. Основное направление нашей деятельности – это финтех, эдтех и музыкальные проекты. Мы специализируемся как на веб-разработке, так и на мобильной разработке. Спасибо большое. Всем, кому нравится музыка, теперь узнаете, где можно еще работать и зарабатывать. Да не просто, как и продать. Отлично, двигаемся дальше. Дмитрий, дейтарт, расскажите. Ну, про дейтарт, наверное, все и так все знают. Ну, я только обозначу несколько ключевых вещей. Мы два дня назад отметили свое 13-летие в Херсоне, я имею в виду офис. Именно наша конференция отчасти посвящена этому событию. Мы сервисная американская компания с штат-квартирой в Нью-Йорке. Офисы в более чем шести странах мира. Наиболее большая, скажем так, производственная площадь – это Украина. И, собственно, Херсон – одна из шестеренок нашей компании. В Херсоне нас уже 230 человек на настоящий момент. Мы собираемся в бизнес-направлениях, в которых мы работаем. Это пять основных – финансы, здравоохранение, тревел, айгембинг и прочее. Соответственно, технологии абсолютно могут быть разнообразные. Это никак не упирается. Но собираемся расширять, собираемся расти, и в том числе и в Херсоне тоже. Спасибо большое всем участникам. Я думаю, что теперь у наших слушателей, как минимум, если кто-то что-то не знал, очень четко сложилось понимание основных концептов каждой из компаний. И я думаю, что теперь будет более понятно и предметом, и о чем говорить с нашими участниками. Первый вопрос, который хотелось бы адресовать мне вам, друзья, это как по-вашему хотелось бы, чтобы развивался локальный рынок в 2020 году. И, безусловно, как вы считаете, ваше мнение, что именно для этого нужно. Это первый вопрос, и у каждого из вас будет возможность на него ответить, но ограниченное количество времени, да вы все успели, не более трех минут. До трех минут ваш алканичный ответ. Итак, еще раз повторю вопрос. Как хотелось бы, чтобы развивался локальный рынок в 2020 году. И что для этого нужно? Я вот вижу, что уже жаждет нажать на кнопку Евгения, если бы все... Это я на телефон был. А, это был телефон. Ну, собственно, Жень, давайте начнем с вас, если вы не возражаете. Ваше мнение? Скажу как бы лично нам, нашей компании, когда-то больше продвигалась на время. В последнее время мы очень жестко чувствуем нехватку кадров в самом городе персонале. Это не только IT-девелоперов, а это и маркетинг, и продажи. Очень много у нас, скажем так, нехвалифицированных специалистов, и поэтому мы, как компания, привыкли и зарачивать специалистов внутри. Как бы нам хотелось, чтобы развивался? Хотелось бы, чтобы у нас в нашем городе больше проходило подобных конференций, обучений, кубворкинг, и как-то специалисты наши лучше и сильнее развивались. Потому что сейчас очень трудно кого-то найти. В плане бизнеса сейчас многие компании, многие сети АЗС, мы видим, как за 2019 год почти половина с АЗС сделали свои сервисы, мобильные приложения, как для пользователей, так и для их партнеров бизнеса, то есть это обычные, где-то 7-веб-кабинеты, которые они могут для своего бизнеса закупали, вот там, топлива. Так и обычные мобильные приложения, которые для кастомеров, предлагают какие-то нормальные лояльности, с которыми они заправляются на АЗС. Поэтому на 2020 год очень будут востребованы специалисты, в частности для нас это АЗС разработчики, iOS андроид активный, ну и фонтент. Отлично. Тут очень все обозначено четко и понятно. Спасибо большое. Если взять все-таки нормальные компании, которые не только в Ферсоне, не только в Симонане, еще и в Николаеве, Сергей, в вашем мире, как вы считаете, как хотелось бы, да, чтобы развивался этот рынок, что нужно по вашему мнению для этого? На самом деле у нас примерно та же ситуация, что главное наше желание, чтобы у нас было больше специалистов, больше, на самом деле мы хотели бы, наверное, чтобы было больше молодых специалистов, потому что мы сейчас открыли нашу постиндустриевскую школу трехмесячную и видим, что молодые специалисты очень талантливые сами по себе. Студенты третьих, четвертых курсов действительно горят, изучают программирование самых основ и показывают очень хорошие результаты. Поэтому мы надеемся, что наши университеты помогут нам с обучением специалистов, как в Николаеве, так и в Херсоне. С точки зрения технологий, тяжело сказать, на самом деле наша фирма ориентирована больше на мировые тенденции, то есть сейчас, если говорить про бизнес, то бизнес хочет какие-то простые приложения, мобильные, например, которые будут кроссплатформенными, технологии типа Flutter или React, мы верим, что они будут интересны в этом году. Очень сильно продвигается GoLang язык, сейчас он популярен, многие хотят что-то на GoLang, поэтому тоже мы верим в GoLang как серверную технологию. Ну, а в целом, конечно, хотелось бы, чтобы у нас было больше мероприятий, больше развития, лучше комьюнити, чтобы меньше специалисты мигрировали в Одессу, а больше из Одессы. Как-то так. Спасибо, достаточно честно, мне кажется. Ну, если уже действительно шляп, продолжать дальше шляп и график, да, Дмитрий Дрико во многих городах представлен, что скажете вы, как вы видите, как хотелось бы, чтобы развивалась IT в 2020 году? Ну, давайте говорить про рынок Херсона, мы можем по-разному, потому что он сильно отличается от Украины, к сожалению. Ну, положа руку на сердце, скажем честно, что рынка у нас практически нет, как такового, я имею в виду рынка труда. И в этой связи нам все вместе надо очень сильно поработать. Мы находимся сейчас на какой-то начальной фазе, у нас уже очень большие изменения по сравнению с тем, что было раньше, но, тем не менее, и, наверное, три основные вещи, на которые мы должны делать упор и обратить внимание, это первое образование, ну, собственно, я имею в виду, и университеты, я имею в виду, и дополнительные школы, курсы, самостоятельные те наши активности, которые каждая компания проводит. И второе, это, собственно, комфортность для людей. Здесь, к сожалению, мы без поддержки городских властей никуда не сдвинемся, потому что, как бы мы ни говорили, а многие уезжают с города именно по причине того, что, ну, проживание там более комфортно, в больших городах больше сервисов и так далее. Ну, и однозначно надо развивать, я согласен, что надо развивать коммуникации, надо продолжать сотрудничать, и вот наша сегодняшняя встреча, и, в частности, панельная дискуссия, это очень большой шаг. Мы, наконец-то, начинаем не бояться собираться вместе, говорить, общаться, и это здорово. Я думаю, мы на рынке будем только дополнять друг друга, и, да, конкуренция должна быть, конкуренция, без этого никуда не денешься, но вот действительно общее такое тоже должно быть. Еще один момент я упустил, очень важный, это приход в Херсон новых компаний. Ощущение того, что чем меньше компаний, тем меньше конкуренции, меньше рынок, и это иллюзия, потому что чем больше будут приходить сюда даже больших компаний, которые будут поднимать потребности, тем общий объем рынка будет увеличиваться. И нашим коллегам, коллегам других компаний не придется уезжать в другие города, в Одессу, а у нас самый большой поток, например, в Киев, после достижения определенного уровня. Он может там раз в три года переходить с одной компанией в другую, возвращаться, но самое главное, что эти все специалисты будут здесь, и будут здесь продолжать развивать, ну, собственно, бизнес и IT-рынок в целом. Спасибо. Мы просто это уже взяли только обочередно, поэтому пока кто-то не выключит свой микрофон, к сожалению, я не смогу заговорить. Артур, есть ли у вас что добавить, все-таки по вашему мнению, что чего не хватает для развития в нужном направлении нашего локального терринка? Транссольф. Артур. Да, конечно, мне есть что добавить. Очень большая проблема в Херсоне, действительно, как коллеги сказали, это о поп-кадрах. И многим современным молодым людям, которые еще стоят на развивке, скажем так, выбора, куда им податься, они не видят Херсон как платформу, площадку для жизни. Они не хотят здесь встречать девушку, не хотят здесь рожать детей, не хотят пускать корни и, скажем так, работать. Вот. То есть наша задача, я думаю, на следующий вопрос, когда будем отвечать о том, что мы можем предложить, вот, в рамках этого нужно, конечно же, решать. И вторая большая проблема, это то, что большинство этих компаний, они как бы есть в Херсоне, и аутсорсные, и продуктовые, они находятся в тени, о них никто не знает, ни студенты, ни молодецкие солисты и так далее. Поэтому нужно как-то всем выходить, скажем так, сообщать, что мы, да, мы существуем, мы платим за платы, эти заплаты порой не отстают от одесских и киевских. А то как-то принято, ну, скажем так, не знаю, скрывать, сколько мы платим своим сотрудникам, скажем так, ну, я считаю, что нужно вытаскивать на поверхность эту информацию, и чтобы когда на долг заходишь на заплату, там было не три анкеты, действительно, а реальное их количество, потому что мы вот с Женей просто раскрываемся, о скалы, не можем найти кадры, но кадры есть, просто вот эту коммуникацию нужно оплатить и, скажем так, осуществить, вот, ну, как-то так. Спасибо, Луна, с тобой, с вами. Вот, кстати, мне очень понравилось, что, смотрите, этот вопрос у нас как-то выгнал, да, на новый, вот как раз на новый вопрос, и даже не вопрос, а предложение, которое хотелось бы услышать для вас, да, что вы тогда готовы действительно делать, да, вот, Артур озвучил, что я предлагаю тогда действительно услышать не просто, что готовы даже делать, да, но, а что хотели бы предложить, как вы видите решение, то есть, те проблемы, которые только что были озвучены, да, как вы тогда видите решение их, и что хотелось бы в 2020-м именно, возможно, именно конкретно в вашей компании, да, в разных планах каких-то, обязательно сделать, чтобы это улучшить. Если вы просите, вот так вот, как мы с вас и начнем, на конкретном. По поводу планов, хотелось бы видеть, тоже, коллеги говорили, конференции, мероприятия, всевозможные дни открытых дверей, у нас прекрасный офис, там работает порядка 70, наверное, уже 80 сотрудников, конференц-зал, и мы могли бы, во-первых, свою площадку предложить для этого, во-вторых, познакомить людей с тем, в каких условиях мы работаем, показать, что действительно могут быть нормальные и рабочие места, качественные, и комфортные условия, и климатические, в том числе и в офисе, и даже визуального характера. То есть, мы стараемся сделать так, чтобы офис был для сотрудника вторым домом, чтобы он не приходил туда на кадр, работать с 70 или с 6, а ему хотелось там оставаться, чтобы он мог в ночь прийти поработать, если в этом есть необходимость, но выходные и так далее. То есть, и, соответственно, так сказать, не только наша компания, в принципе, все. Если нам удастся вот эти всех коллег, которых мы, в принципе, считаем конкурентами в тех или иных, скажем так, параметрах, да, конкуренты, но без них, как сказали, ничего не получится, и мы банально даже не знаем этих конкурентов, не видим их и не можем сказать вам, будущие сотрудники, что смотрите, вы можете идти у нас работать, вы можете идти там работать и так далее. То есть, хочется, чтобы коллеги, работодатели, IT-компании показали всем желающим, что в персоне работа есть, что есть куда ходить, есть куда устраиваться, есть куда рекомендовать друзьям, детям, одногруппникам и так далее, если говорим о разных категориях. Тоже говорили о преимущественно молодых, вот Сергей из постиндусты и сказал, ну, мы спустя два года поиска и создания команды, одной команды, второй, натолкнулись на то, что не всегда студенты с горящими глазами, это есть хорошо. В основном эти люди используют все херсонские компании, только нашу, как трамплин для своей карьеры, то есть они изучают, обладевают софт-скилами, карт-скилами, учатся нормально общаться в корпоративном обществе, и потом с величайшей радостью уезжают по Львову, уезжают в Киеву, уезжают на лесу, переходят на удаленку, на иностранный капитал, который готов платить x2 по сравнению с офисной работой. И многим вот этим самым молодым людям это приятнее. Восрастная категория, скажем, 28 и 30+, до 35-40 лет, это люди устоявшие со семьей, с детьми, с машиной, которые уже отработали, пытаясь по 8 лет войти. Они еще могут не быть с ингурами, они еще могут быть а-ля Junior, Strong и Middle, но они, скажем так, могут быть даже сильнее, чем молодые кадры. Вот как я думаю. Ну, фактически, в основном направлении действительно больше иванов, и показать, что здесь все тоже есть, да, все возможности есть. Тоже комьюнити. Тоже комьюнити, да. Евгений, топливный. Так, ну, в дополнение к тому, что складывается культур, мы сильно хотели бы, чтобы у нас проведело больше конференций в 2021 году, и мы хотели бы всех наших сотрудников туда привлекать, и как слушатели, и как докладчиков, и те, которые поопытные, которые могли бы уже интересно рассказать для тех, кому интересно, и хотели бы развиваться. В плане того, что мы можем предложить предлагания и будем предлагать, как компания, то, что мы сейчас предлагаем, мы стараемся предлагать конкурентные, ну, мотивации, как мы называем зарплаты, комфортабельный офис, то есть там свой офис, например, ворота, вокруг одних кафе только, то есть без проблем, можно выйти, подбить кофе, да, не искать его, или там в автомате, по-другому, все это горячо будет. Вовсе, сильно комфортно, у нас работает круглосуточа, стараемся иногда отправлять наших сотрудников на конференции в другие города, когда это получается. Хотелось бы, конечно, чаще это делать, чтобы были интересные конференции, но намного хотелось бы больше, чтобы быть действительно конференция, у нас были здесь как с вами, и мы здесь больше как-то не менялись, и развивали наш именно локальный мир, потому что у нас как бы все было дома. Что еще хотел бы предложить? Ну, не знаю. Наверное, пока мы о том все подумаем. Я думаю, что Алексей, я не встаю, можно разговаривать о твоем параде, но как ни странно. Это мой вопрос. Оказывается. В основном, по словам тоже понятно, что хотелось бы, чтобы родственной экспертностью у наших айтишников здесь, и для этого, в принципе, можно проводить много ивентов. Что касается госпиндастрии? Насколько... Какие есть соображения по этому поводу вас, Сергей? Что можете добавить? Что хотелось бы, что могли бы и ваши планы в 2020 году? Ну, на самом деле, добавить тут немного. Тут уже про офисы конференции сказали. Мероприятия – это то, что мы стараемся развивать. Локальные мероприятия. Стараемся поддерживать мероприятия, которые проводятся в университетах. Буквально все, которые мы узнаем, мы стараемся поддержать. Местные мероприятия, которые делаются третьей стороной, мы стараемся поддерживать. Все это идет во благо развития какого-то движения, интереса к этой теме. Плюс насчет того, что мы можем дать конкретно сотрудникам, то я не буду никого удивлять. Офис, курсы, еще что-нибудь. Все это, наверное, как у всех. Только две вещи, которые я считаю, что постиндастри отличает от других. Это то, что мы стараемся дать максимальный комфорт разработчикам. То есть он приходит, и он работает. А все остальное его не должно волновать. Ни бюрократии, ничего. И автономность. То есть у нас достаточно автономные команды. У PM есть практически абсолютная власть. Команды могут выбирать технологии, могут делать решения, могут предлагать новые переходы между технологиями и решениями. И я думаю, что это всегда интересно сотрудникам. Спасибо. Что касается дать, Дмитрий? Какие планы? И что тогда решать? Ну, смотрите. Если говорить в целом, конечно, первое, что интересует всех молодых специалистов, это зарплата. Честно говоря, это большая наша боль. И я поддерживаю коллег с тем, что надо все-таки сделать прозрачным локальный уровень большинства технологических зарплат. И я призываю, в том числе, здесь вас, не стесняться заходить на тот же доу, регистрировать, заполнять анкеты. Кроме того, у нас, насколько я знаю, внутренний ресурс есть, анонимный, да, и вы про него скажете потом. Второй момент, который, опять же, про офисы мы не говорим, про комфорт не говорим. Да, это само собой разумеющееся. Для стандартов большинства IT-компаний это само собой полагающееся. Но в рамках Херсона в целом, если сравнивать с другим бизнесом, конечно, все понимают, что мы отличаемся. Потому что реально и проблема найти хороший офис в Херсоне для IT-компании это большая проблема. И поэтому мы вынуждены там самостоятельно каким-то образом подготавливать офисы и делать то, что... чтобы соответствовать этому уровню. Профессиональный рост это то, что, собственно, все стараются делать, потому что, ну, маржинальность высококвалифицированного специалиста всегда выше, чем низкоквалифицированная. И только из-за необходимости действительно растить с нуля в наших условиях вынуждают нас столько инвестировать действительно в работу с молодыми специалистами. И опять же, этим в Херсоне надо пользоваться, потому что неплохо, что многие здесь видят трамплин. Потому что у нас были случаи, когда ребята приезжают из других городов, с той же Одессы, проработав здесь несколько лет, но они становятся специалистами. Да, они там потом возвращаются, например, домой. Но это тоже, они свою лепту в движении тоже создают. И главное, чтобы количество людей на входе было гораздо больше. Ну и еще один момент, который... чем мы, может, отличаемся там от других компаний в плане бенефитов, скажем так. У нас в компании есть возможность свободного движения между офисами и релокацией. Мы отлично понимаем, что некоторые люди хотят поехать в другой город не потому, что они хотят там жить, а потому, что им интересно просто. Они хотят там поработать, они хотят попутешествовать и так далее. Из-за того, что у нас достаточно большая распределенная компания, у нас существуют программы, которые позволяют сотрудникам мигрировать между всеми локациями компаний. Поэтому это тоже очень многие этим пользуются и эффект от этого в том, что люди, поехав и поработав в других офисах, потом с удовольствием возвращаются и все-таки оседают в Херсоне. Это не вынуждает людей мигрировать и принимать решения, которые достаточно сложные и которые не всегда финансово и по обстоятельствам можно принять. У меня все. Спасибо большое. Я действительно единственное, что, наверное, могу добавить по поводу ресурса, который здесь уже озвучили, помимо того, если мы говорим о заплатах, то действительно один из наших партнеров Этихаба создали и, насколько я знаю, уже распространились перед всех участников как еще одну анкету анонимную для сбора информации о ваших зарплатах уже Этихаба. Поэтому, если уже так не может сложно проходить сертификацию, можно запомнить анонимно эту ссылочку можно будет найти на странице Этихаба. Это то, что меня просили дополнить. Здесь разговариваем действительно о том, что ваша компания готова в 2020 году делать. Частично затронули уже и технологии, которые, по вашему мнению, будут востребованы в рамках вашей компании в 2020 году. Мне бы хотелось, наверное, чтобы вы еще коротко сказали для присутствующих специалистов. Мне кажется, будет интересно тоже слышать, какие технологии для вашей компании будут актуальны, если еще вот так обозначить. И каким тогда требованием должен соответствовать в 2020 году кандидат, который претендует именно на место вашей компании. В этот раз я бы очень хотела начать с постердат и с Василий Назаршин. Расскажите. В первую очередь, не знаю, может это не сильно корректно прозвучит, но мы нацелены на умных специалистов. Люди бывают годами работают, приходят и на самом деле не знают даже основ технологий, которыми они пользуются. И поэтому нам всегда более интересно работать с людьми, которые знают основу, они могут не знать какой-то фреймворк, технологию, не работать с какой-то библиотекой, но если они понимают основу, то мы уверены, что они всегда смогут во всем разобраться, понять и качественно делать код. Поэтому на самом деле такое основополагающее, оно хоть и невозможно померить очень субъективно, то это мы нацелены на умных людей, которые любят разбираться в основах и понимать, как что работает. Поэтому именно я говорил про студентов с горящими глазами, это люди, которые обычно они еще даже не работали, бывают студенты, но они уже знают такие вещи, им интересны уже такие технологии, которые приходят медлой, ты их спрашиваешь на собеседовании и они не знают, что это, говорят, я не пользовался этим, наверное, это никому не нужно и это очень печально на самом деле. Поэтому вот основы, интерес, горение это всегда то, что мы нас интересуют в кандидатах. А с точки зрения технологий, то если пройти по мобайлу, то, конечно, мы стараемся придерживаться трендов, это для андроида Kotlin, для EOS это Swift, плюс реактивное программирование сейчас захватывает мир практически во всех клиентских технологиях. По бэкэнту, наверное, все-таки несмотря на то, что у нас представлены абсолютно все технологии, кроме NET-технологий, то есть Python, Ruby, Go, Java, практически все у нас есть, нам все эти технологии интересны, но почему-то вот сейчас идет очень сильный перекос в сторону интереса к Go, GoLangu. Это как мировой тренд, на который мы не можем не обращать внимания. А, и английский язык. Сам Иван, английский язык. Я только хотела задать вопрос, если честно, потому что тут наверно ни для кого не возникает негативно речного сомнения, что английский язык еще на должном уровне нужен присутств, но для любого этих специалистов. Это же да, английский язык важен даже не только с точки зрения, что человек может общаться или нет, но банально, когда человек читает документацию на английском, а не на русском, то это говорит, что человек действительно интересуется в основах, и это очень важно, потому что на русском информации много, на английском информации огромное количество, и то, сколько может всего хорошего, полезного и важного узнать на английском, просто не соизмеримо с другими языками. Отлично, спасибо. Что касается дрейта арт? Расскажите, пожалуйста, о том, какие технологии, все-таки в 20-м году будут востребованы, и какие требования находят? Просто вопрос для кандидатов, кандидат, какие требования должны соответствовать? Ну, если говорить про наши требования кандидата, прежде всего, тяжело померить смарт-толог, и его ум, но мы пробуем, мы все пробуем, но, наверное, то, на что мы прежде всего обращаем внимание, это мотивация, потому что, в принципе, человек, даже не имея определенного технического склада ума, может найти себя в IT-индустрии и в нашей компании, если он этого хочет. я говорю про смежные сферы, я говорю про очень большой спектр профессий, связанный с бизнес-анализом и так далее, и тому подобное. Поэтому мотивация это то, на что мы точно смотрим, английский язык это точно на что мы смотрим, здесь даже не проблема действительно чтения, документации, для нашей компании это проблема коммуникации, потому что у нас абсолютно все проекты распределенные и из них 30% команд скорее всего внутри будут содержать нерусскоговорящего специалиста. Поэтому для того, чтобы в этом не было никакой проблемы с точки зрения последующей коммуникации, потому что проверяем мы на входе прежде всего коммуникационные скиллы, это тоже требование. Ну и софт-скиллы это модная тема, все их пытаются измерить, выписать и так далее, но это то, что называется скилл нормального человека, потому что как-то сложно, но на это тоже обращаю внимание, потому что адекватность среди кандидатов это то, что хочется определить сразу, потому что он может быть трижды умный, но он может быть не совсем нормальный, но бывает, слушайте, на это обращают внимание все, пытаются поставить на какую-то платформу, но реально это тяжелый процесс, то, что касается непосредственно технологии, мы более, может из-за того, что большие и такие более консервативные и инерционные, как ни странно, тренды сильно не меняются и даже наоборот, например, Голланд, про который Сергей говорил только что, ровно полгода он был на пике и последние шесть месяцев до, ну, то есть полгода, год назад был на пике, последние шесть месяцев на него нету вообще спроса. Это ничего не значит, это значит только одно, что все очень меняется в индустрии. Однозначный спрос у нас есть в базовых технологиях, причем даже для молодых без опыта специалистов это .NET, потому что у нас большой пул. Очень большой спрос остается на Java, но не для молодых специалистов. Трудоустроить Java молодого практически невозможно. На фреймворке, на фронтендовые технологии спрос устойчивый, JS хорош для всех, а все остальное по необходимости понятно, что любые фреймворки, любые новые языки с ними надо работать. Да, вроде сейчас Python становится все более популярным и завоевывает, но тоже все это происходит волнообразно, просто может быть из-за того, что у нас очень большой пул таких больших корпоративных клиентов, которые достаточно инерционны и в технологическом плане несут на это отпечаток определенный. Однозначно я полностью согласен с Сергеем, что хочется найти думающих специалистов, потому что, к сожалению, из-за потребности индустрии, большой очень потребности, и в индустрию очень зашло людей, много людей, специалистов без базового уровня. Банально люди не понимают, что такое алгоритмизация и что такое базы данных, но при этом у них они там занимаются каким-то фронтендом, пилят что-то, да, и вот вовремя выявить вот это разграничение. Это неплохо, это не значит, что люди без базовой квалификации не найдут себе работу в индустрии. Точно найдут, потому что уровень входа сейчас действительно очень сильно понизился, но нам, как работодателям, конечно, интереснее, и мы стремимся к тому, чтобы находить действительно люди, вокруг которых потом можно построить очень хорошее ядро команды, без которого точно не будет прогресса. спасибо большое, Великар. По поводу Евгения. Что касается нас, отличительно что у нас от присутствующих компаний, мы продуктовая компания и мы работаем над одним продуктом, он более локальный, но в ближайшее время мы выходим на международный рынок сейчас в процессе по поводу английского. Английский нам не так важно, а важно, чтобы человек понимал его на уровне технической документации, поэтому всех ждем, кто не с высоким английским. Вам к нам. По поводу задачи, задачи у нас интересные, они в сфере мы надели продукт, поэтому мы наших специалистов не дернем на разные проекты, туда-сюда и не приходится отключаться каждый раз в бизнес-логику, вспоминать, что там и мы все работаем над этим одним неподвухом. По поводу технологии, ну это у нас PTP, Laravel Symphony, Vue.js, Android iOS, кодлен SWEET. Ну, по поводу самих специалистов мы даже иногда готовы принять человека больше с соцкилами, чем с техническими и готовы с ним вместе развиваться. Потому что мы новая компания и также стараемся двигаться вместе с специалистами, вместе с ним развиваться, не ревни, чем их технологиям. Если нам цели проходит говорить, что я хочу что-то реализовать на какой-то технологии и объясняет нам, почему, то мы с проблемами вместе с ним спросите, я должна ответить и это будет доступна информация в чете конференции для всех у вас уже участников. Артур, теперь вам слово, расскажите про Transloid. Какие технологии популярны, что вам нужно от кандидатов для вашей компании? По стеклу технологии в принципе мы с топлива Yara совпадаем в той или иной степени RedSymphony, BGS, но это на самом деле не клава. Любой человек, который к нам приходит, он выбирает на чем ему писать и он волен менять сферу. Один из ключевых кадров в нашей команде был студентом, который знал PHP 5 и JavaScript JQuery. Изучив фреймворки, он стал бакэндером, потом переполитировался полстэком профессионального и то есть полная полная свобода действий. Стараемся не ограничивать, конечно же, чтобы дополнительно повысить мотивацию людей. Но это все тоже второстеперно. Важно требование к кандидатам, самое-самое основное, это ответственность. Ответственность за то, что ты пишешь, как ты это делаешь, чтобы это было не лабораторное в университете сдал, забыл, то есть это большая ответственная работа. Я очень сильно люблю, так как руководжу команды и людям приводить примеры, что вы ничем не отличаетесь от разработчиков, которые пишут прошивки для кардиостимуляторов, для медицинского оборудования, для всего остального, для военной индустрии, для космической и так далее. вы пишете всегда представляете, что от вашего кода зависит жив человек. Потому что мы можем бесконечно расширять лейер дел и строить целые офисы, которые будут заниматься только тестированием, но без ответственного подхода разработчика к своей работе боюсь, что ничего не получится. И этим в принципе меряется эта самая квалификация. Понятно, что это все включает и думающего человека, и человека обладающего основами, но может быть профессиональный сеньор с 20 годами опыта, но он настолько самоуверенный, что будет писать без малейших проверок и думчивости, и анализа того, что он делает. Ну, вот как-то так. И второй пункт, это, конечно же, готовность включаться в логику, готовность прочувствовать через себя весь процесс, который происходит в компании и более того, активно участвует в его оптимизации, потому что в принципе без вклада каждого из членов команды невозможно создать продукт, который будет действительно чего-то стоить. И он более того, не то, что стоит, а принести пользу. У нас есть опыт, вот команда, которая топливо разрабатывала аутсорстная компания, они очень высоко оценивают наш продукт как в принципе частично их свое творение. Они говорят, что вот мы одни из, ну, то, предвое, одни из трех процентов успешных продуктов. То есть к ним приходят люди, заказчики, клиенты заказывают им продукты, и вот мы входим в три продукта, три проекта из ста, которые не пустышки. Это большая проблема. В большинстве своем именно разработчики команды виноваты в том, что продукт не выстреливает. Они его, скажем так, хоронят еще на этапе разработки. То есть очень важно, чтобы специалист, разработчик в EDIQA, мы же все любим себя называть инженерами. То есть QA-Engineer, Developer, Software Engineer, Software Engineer, Инженер Прады. То есть инженер человек ответственный. И вот хочется, чтобы каждый, кто берет на себя это звание, понимал, что он делает и нес ответственность. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, что уважаемые наши участники, гости, дорогие, мне кажется, что у вас уже должны присоединиться какие-то вопросы к нашим представителям IT-компании. И если они у вас есть, пожалуйста, у нас есть микрофон, мы сможем задать прямо сейчас и ответить. Да, пожалуйста. Сейчас вам передадут микрофончик. Здравствуйте. У меня вопрос к Реекартуру и Евгению. В чем для вас преимущество основное развитие работы с этим ими обидцов? Ну, давайте я начну сегодня. В Персоне конкретно для бизнеса в том, что здесь ну, скажем так, откровенно, специалисты немного стоят дешевле, чем в любом другом городе. Второе, в том, что изначально мы здесь были как компания, поэтому нам хотелось развивать локальный рынок искать специалистов здесь, а не нанимать их где-то на удаленку либо на аутсорс или построить какой-то док-офис в Киеве где-то в Одессе день таких специалистов намного легче найти и таким образом, чтобы у нас взаимосвязь с самими разработчиками было намного быстрее, оперативнее и отзывчивее. Когда мы с утра, к примеру, поставили только задачу, а отвечу мы уже знаем, что будет делать, либо уже ее делали, либо реализовали внутренности от ее объема. Артур? Ну, опять же, так как мы же составляем родственные компании, компания исторически была создана в Херсоне, большинство юршата это местные, скажем так, коренные херсонцы, и они генерируют финансовую составляющую нашей компании. Отдел продаж он весь полностью находится в Херсоне. Поэтому EIT отдел пока рядом с ними. Для внутренней команды, для внутреннего проекта очень важно находиться с ними в одном офисе для более качественного взаимодействия и, скажем так, более быстрой автоматизации бизнес-процесса. У нас большинство задач приходит в, скажем так, онлайн. То есть операционный отдел, отдел продаж приносят нам задачи, их надо решить сиюминутно. То есть проект живой находится в продакшене и, скажем так, бывают моменты, когда без вот этого вот разрыва в полчаса между постановкой таски и выходом в продакшене, просто бизнесу невозможно двигаться дальше. поэтому один офис целостный IT и оба отдела вместе пододнокрюшим. Спасибо большое. А на этот вопрос буду рекомендовать ваш вопрос. Отлично. У вас, возможно, есть еще уголовные вопросы? Пожалуйста. С другой стороны. Добрый день, меня зовут Оксана, я работаю в компании Татар и я Киэй, да? И мне было, очень часто я там с беседой людей на входе в компании Татар, и мне бы хотелось бы узнать, какие у вас требования для того, чтобы люди смогли работать киэй, то есть джиньор киэй, что для них требуется? Потому что я подключаю очень много для рабочих, но тут очень много людей, которые хотят заниматься тестированием. Как эта сфера развивается в ваших компаниях? Спасибо за вопрос. Я думаю, что постиндустрия... Сергей, давайте начнем с вас. Да, давайте начнем с меня, потому что у меня нет четкого ответа на этот вопрос. У нас немного киэев, мы набираем киэев только высокого левела и с высоким уровнем автоматизации, ну, с километром автоматизации, поэтому, что нам интересно в джиньор киэе, я не могу ответить. Ну, а в закроме звучит, мы точно теперь понимаем, что постиндустрия действительно это киэй-специалисты обязательно с автоматизацией. фактически вот он укреплен меня, да, если он все-таки устроится после датрии. Что касается погреба и вейт, транслойт, Евгений, артурка? Ну, давайте я начну. по поводу киэя, у нас сейчас не сравнить пробел, но мы именно киэй под отделом только устраиваем, поэтому сейчас в процессе поиска мидл, сеньор киэя и только на тропу киэя выходят. Есть у нас мануальные тестировки, есть у нас два джунна киэя, мы пока получимся в плане повышения качества продукта с помощью киэй. Что-то конкретного мы можем сейчас по киэй ответить. По поводу дейтарта, я думаю, можно не говорить, спасибо. Мне есть что добавить по поводу киэй. Если речь идет о джуниоре, то важно понимать теорию и всю вводную тестирование есть даже на сайте дата-арта замечательные дники, которые я отдаю примерное лечение нашим подаванам на тропе тестирования. И сталкиваемся с тем, что наш скажем так QA он не хочет писать кейсы, не хочет писать чек-листы, не хочет описывать логику в документации и он хочет писать автотесты. Он изучил Node.js и пишет скрипты, довольно-таки больно-менее неплохо получается. У него был до этого бэграунд технических программирований, ВОП и так далее. Но вот сам профессиональный подход к QA я не могу ему привить. Вот это основное требование. то есть каждый, кто хочет начать свою карьеру в принципе от тестирования обязан изучить теорию и понимать сам процесс разработки БО и важности вот этих всех казалось бюрократических моментов вроде описания акцент этих письков. Прокуративная работа кассионщикам называем да? она все-таки должна быть, присутствовать и это не просто нужно делать, но еще и в этом разбираться. И техническая, точнее теоретическая база должна присутствовать. но это как вот сама для первого. Есть еще вопросы? Да, я смотрю, есть у нас еще этот вопрос. Пожалуйста, вам дают легко. Добрый день, меня зовут Асан. Это вопрос, ну, любой может из вас отвечать. Сейчас очень много свитчеров, то есть, кроме тех, кто студенты и, например, серьезные специалисты. Вот из вашего опыта, кроме QA и контента, ну, из джунов, или, например, свитчеров, какие у вас были варианты, опыт, чтобы приходить вызвать, Дмитрий, помимо вас, там, смежные какие-то отрасли, то есть, какие-то яркие кейсы, или примеры, может, откуда нужно все посмотреть? Имеется ввиду неинженерные специальности на входе. Может, даже инженер. Ну, там, был какой-то секундный мастер, там, шеф, кто-то там. Я так понимаю, что просто зацеп стоим хотя бы, да, услышать, если я правильно и ну, всегда это сфера. Вот тут уже говорили, озвучили как раз по поводу того, что мотивация, да, я помню, что и трансвейд, и то, мы говорили о том, что можно быть не настолько прям технически, но замотивированным и жаждать осознать всю эту сферу. И вот здесь как раз вопрос из зала, видимо, сводится к тому, да, какие были конкретные истории в вашей компании, когда люди приходили в совершенной связанной с этой сферой, но тем не менее достигали хороших результатов и каких направлений. Смотрите, я постараюсь ответить, не принципиально откуда вы хотите прийти, главное, что вы должны этого хотеть, но я понимаю, как бы это банально не звучало, но есть ограничения по возрасту, реальные ограничения, потому что, ну, человек там выше, старше 40 лет, имеет не такой гибкий мозговую деятельность, но это физиология, это не, то есть, здесь ничего нет обидного, там у этих людей есть гораздо больше других, поэтому у нас в компании есть опыт прихода специалистов, смену, смену отрасли вообще деятельности абсолютно любых. начнем с того, что, ну, у нас работают и филологи, причем работают инженерами, у нас работают экономисты, у нас работают там преподаватели, у нас работают моряки, у нас работают, там, я не знаю, продавцы, и, понимаете, здесь, здесь вопрос действительно реальной мотивации, ну, и, конечно, желание человека, потому что IT, сейчас IT это не только инженерия, и не столько инженерия, и чем дальше, тем больше будет спектр того, с чем придется работать, с тем, чем необходимо работать, будет расти. Мы сейчас, например, очень сильно стараемся привлечь бизнес-специалистов, то есть, ну, например, с медицинской сферы, потому что наша хэфская практика, ну, реально нуждается в опытных, например, специалистах, и я уже не говорю про финансы, потому что знание финансов, это вообще ниша, очень профессиональная ниша, и там, ну, надо настолько быть бизнес-ориентированным, и мы, если к нам приходит человек, там, с базовыми, даже не с базовыми, многие, а знанием и пониманием, скажем так, финансовой индустрии, ну, может, не украинская финансовая индустрия, к сожалению, а международная, то он, скорее всего, будет востребован именно как, как, неважно, кем он станет, инженером он станет, он станет, там, может, QM станет, может, он станет бизнес-аналитиком, может, он PM станет, но, может, он вообще продавцом станет, ну, продавцом с точки зрения программных продуктов, поэтому, ну, главная мотивация, но главная мотивация и понимание, что это очень тяжело, смена сферы, это всегда очень тяжело, и поэтому, если вы готовы, если вы настроены на вот эту пахоту, и то точно у вас получится. Были ли такие успешные истории в нашей компании? Кто, откуда приходили от нас, от того, да, хочешь поделиться? Да, у нас был интересный кейс вот такого вот свитчера, разработчик с юридическим большим образованием, юрист, он к нам пришел, будучи, ну, в принципе, трейни, с каким-то базовым опытом верстки и, скажем так, создание каких-то посадочных страниц, там, базовых и так далее, и какими-то основанными React, JS, вот. Спустя полгода он освоил, освоил, в принципе, frontend, освоил еще один фреймворк, достаточно профессионально, спустя еще полгода он освоил алгоритмизацию с УБД и, скажем так, теорию ООП, и стал писать на Node.js вполне успешный проект, парсер на Node.js, который целый, целый сайт, скажем так, обходил, выкачивал нужные данные и уже достаточно развернутую бизнес-логику выполнял. Это все включало REST API и GraphQL, потрясающие технологии, то есть он это все освоил, и это путь, путь в год, от юриста, представящего лендинги, до, в принципе, уверенного junior backend-разработчика. Вот, такой вот кейс. и могу о себе сказать, я, в принципе, инженер, который стал PM-ом, который стал менеджером. У меня был опыт работы в автомобильной сфере и в медицине по обслуживанию оборудования, но, тем не менее, то есть я не обладаю никакими менеджерскими скиллами, в принципе, управляю командой. И мой технический бэграунд, так как я тоже изучал программирование, имею представление о цикле разработки ПО и так далее, мне очень сильно помогает именно в управлении командой. То есть вот, ну, вот так. Спасибо, это было очень интересно. После мастерия, может, есть какая-то соответствия у вас? У нас практически нет должности, кроме QA и девелопер, то есть все эти вакансии, которые, кроме них, они обычно уже заняты и мы редко тогда ищем кого-то нового. Но вот в девелоперах я знаю истории, когда у нас есть, например, электрик, который много, ну, не много, но там около пяти или семи лет проработал на заводе, высоковольтный электрик, то есть не тот, который ходит по квартирам, тот, который ходит по заводу, проверяет подстанции и обслуживает их. И он стал мобильным разработчиком, очень сильным мобильным разработчиком, он буквально за год прошел путь от где-то или полтора, от джуниора до мидл-девелопера. И это очень, мы рады этому, он рад этому, это, конечно, очень хорошо. Но тут главное, я, наверное, не соглашусь, что мотивации будет достаточно, все-таки у меня есть примеры, когда люди были очень мотивированы, хотели изучать программирование, но у них не получалось. Просто я не знаю, как это объяснить, вот, как будто это было не их, то есть, может, нужно, если есть мотивация, то нужно искать, может, не только программирование, а то есть, нужно все-таки как-то иметь или опыт, или желание, или какой-то бэкграунд, вплоть до, не знаю, в школе на Паскале программировать. Я не верю, что человек, который никогда не программировал, может, там, за год стать девелопером. Я, не прав. Может, есть истории, которые меня разубедят. Мотивация нужна, но нужно искать туда, куда лучше всего приложить вашу мотивацию. Вот, точно вы готовы программировать или вам более интересно? Есть же смежные сферы, как QA, как бизнес-аналитика, в принципе очень интересный кейс, даже мне я в свое время интересовался. То есть нужно искать подход к своей мотивации. Спасибо. Хорошо. Есть вопросы? Можно, может, есть что добавить? Или еще вопросы? У нас 10 минут осталось в рамках данной дискуссии, я напоминаю, если вопросы, задавайте. А можно на микрофон подать? Я не знаю, доносит микрофон для следующего вопроса. Я работаю. Есть вопрос, но рынок достаточно небольшой. По гадам, по экишникам. Какими ресурсами пользуетесь для поиска кандидатов и заветили себе кандидатов из больших городов, там, Запорожья, метр, возможно, и здесь у вас какая-то там релокационная потеря, в принципе, кандидатов будет. Ну, Запорожья готовы взять, специалистов привыкаем, область переедет, возможно, поиск поселить, и тому прочее. Здесь у нас в городе, чтобы привлекать, допустим, диск мне, ребят сюда, в херсток. И так, в вопросе, я думаю, что услышали, еще раз его немножечко обозначу, да, какие везде находятся специалистов фактически для того, чтобы они стали вашими сотрудниками в вашей компании, есть ли у вас какие-то программы, которые позволяют привлечь сотрудников из ближайших городов, какие-то программы релокации, переезда и так далее, и так далее, в Херсон, для того, чтобы они могли работать у нас в компании. Кто готов ответить на этот вопрос? Ну, давайте я. Женя. И давайте Евгений. Кто говорит? Окей. По поводу источников, где мы ищем себе сотрудников, их довольно-таки сейчас много, и мы стараемся использовать их все. Это и LinkedIn, это и Gini, и Doe, и даже в Work.io находим специалистов, и опять же, через знакомство просто находим специалистов. На сайте сейчас все размещаем вакансии тоже, но пока туда никакого выхлопа нет, потому что мало кто-то сейчас знает, но просто гугли, ищет себя работу. Самое успешное, то, что Дима находит сотрудников, это, наверное, все-таки сейчас, как для Херсона, наверное, дети на рынке это Work.io и по знакомствам. Все-таки наши сотрудники больше приводят знакомых своих людей, рекомендуют их, действительно окажутся хорошие специалисты. Сергей, просто раздель. я хотел сказать про источники на самом деле примерно те же, плюс студенты, которые пришли с курсов наших. По поводу релокации, у нас нет как такого официального пакета, но у нас фирма относительно небольшая, около 100 сотрудников по Украине, и у нас очень все может быть индивидуально. Я знаю, что у нас как минимум лет 5 назад у нас была команда удаленных сотрудников из Первомайска. И в какой-то момент они решили, что они хотят переехать в Херсон. И тогда компания просто в индивидуальном порядке помогла с поиском квартиры, с переездом, со всем там было, я не помню, 3 или 4 сотрудника, что-то в этом роде. То есть вакансии, которые удаленные, и если человек хочет приехать в город, я думаю, что компания всегда протянет руку помощи. чтобы помочь. Да и сотрудниками, которые хотят, как это сказать, тут точка начала отношений непонятна. То есть если человек напишет, я живу в другом городе, и я хочу приехать к вам, то не факт, что мы будем рассматривать эту кандидатуру, просто потому, что у нас есть выбор в наших городах, и очень тяжело определить, насколько полезен человек все-таки без испытательного срока, то есть мы не можем гарантировать, что человек пройдет испытательный срок. То есть мы можем договориться, что если он пройдет испытательный срок, то мы что-то ему компенсируем или поможем, но все равно ему придется приложить первые усилия самостоятельно, чтобы приехать или еще что-то. Как и так. Можно дополнить? По поводу релокации и удаленных сотрудников. У нас удаленные сотрудники есть, а по поводу релокации у нас такого практики нет, но мы готовы всем помочь всем, кто желает с других городов перейти в Тельсон, и помочь здесь людям устроиться. Так сказать, на удаленке скорее всего есть проверим, попробуем с ними поработать с того города, в котором они сейчас находятся, и если мы другу подхуем, то есть не только они, а мы и то без проблем этого помочь нам человеку. У нас политика немножко другая, мы с большой очень зоной присутствия в многих городах, поэтому просто удаленных это есть, конечно, редкие специалисты, но это скорее исключение. То, что касается непосредственно пакетов по переезду именно в наш город коллеги, например, там с Николаева или Запорожья, то есть тех городов, где нет нашего офиса, специального нету. Единственное, что мы точно можем обещать, это, что мы, если человек обладает определенным желанием, мотивацией, хочет зайти в индустрию, но у него нету опыта, мы таких людей принимаем. И именно по отношению к нашему офису ферсонскому именно эта программа работает, потому что к нам приезжают коллеги с Одессы, с Киева, с Кривого Рога, с Мариуполя. Да, это может для многих быть стартовая площадка, но тем не менее они там 3-5 лет работают с нами, становятся специалистами, потом могут уехать, но они могут начать с нуля. И все наши опыт, который весь был, именно вот этот переезд работает, потому что понятно, имея офисы в Киеве и во Львове поедут скорее туда, чем в Херсон, и здесь мы ничего не сможем сделать. Что касается источников, это все те же самые, но по статистике 85% это нетворкинг. то есть это Херсон. Здесь встречают человека на улице и наверняка есть общий знакомый. То есть у нас это и преимущество, это и недостаток, и действительно нетворкинг работает лучше всего, и собственно мероприятия и конференции связаны с университетами, потому что реально все из коллег сильно связаны с университетами, без этого мы не можем существовать, и мы стараемся еще на уровне студенческой скамьи дать о себе знать, чтобы к нам приходили. Как хорошо. Спасибо большое. У нас последний вопрос, как я понимаю, осталось всего две минуты, и мы постараемся быстро на него ответить. «Здравствуйте, меня зовут Виталий. У меня теперь не вопрос, а дискуссионный комментарий, что касается работщиков и сарфа. У меня законфайни, которые ставят возрастной это дело, они лишают себя, ограничивают свой выбор, делают менее, что ли, то есть поле не в качестве рекламы, а при этом качестве длины. Я начал IT-карьеру в годы 50, это бэграунд мультивический, потому что я получил в общем сарфовании, и я даже пытался идти устраиваться в основном новостескому работу. Я нашелся в работе РМО, работаю больше года директор сарфованием, в Америке, в Испании, вот, продвижная замечание, что после 40-го будет не так, дядя здоровья прощает, продвижная оскорбитель, нет, просто пытаются себя оскорить и улучшают. Смотрите, я отвечу. Идея, которая тоже сарфована начинается, к карьеру, как и донескану, не так мало. Не так мало. Ну, когда, допустим, у меня были предложения по приезду в Киев, я не захотел переезжать из Северона, поэтому нашел в себе работу в Трыму, я заводен, все нанеся. Ну, вот, в основе субминация, мы, к сожалению, украинские присутствовали. На собеседовании в европейских компаниях по области вообще ничего не спрашивали. На собеседовании в компаниях в Украине один из первых вопросов вопросов. причина у этого если честно необходима. Я хотел бы быть послушать. Спасибо. Смотрите, я объясню. Ответ очень прост. Дело в том, что исключение есть всегда. И в том числе в нашей компании. И мы обсуждали это в контексте кардинальной смены профессии. если вы инженер и у вас ну вы всю жизнь работали инженером у вас технологом например и у вас склад ума соответствует и такое бывает. Но вы же отлично понимаете если юрист который занимался всю жизнь совсем другим захочет стать IT-специалистом то проблем будет больше. Здесь абсолютно нет дискриминации. Абсолютно мы в компанию рассматриваем всех. Я сказал это в контексте отвечая на вопрос свитчеров то есть людей которые кардинально хотят поменять. Исключение есть всегда. Но есть статистика что успешных кейсов скажем так 1% они есть абсолютно. Но с точки зрения любого бизнеса вы же отлично понимаете что мы вынуждены прежде всего оглядываться на общие тренды и тенденции. Если наши усилия по поиску среди молодых специалистов приносят 50% успеха а по поиску среди зрелых скажем так людей приносят 1% успеха то мы будем вкладываться там где 50%. Вот и все. Здесь вообще нету никакого ни личностного ни возрастной дискриминации абсолютно мы открыты ко всем я больше скажу даже мы иногда берем специально ищем среди опытных коллег которые обладают какими-то специфическими бизнес знаниями мы точно знаем что только у молодых этих знаний нет и быть не может и мы специально ищем среди то есть есть определенная потребность но мы же говорим про общую тенденцию и про общий случай поэтому не надо на себя точно это воспринимать и я не хотел ни в коей мере никого обидеть с этим день в основном центре Ну что ж друзья я думаю что комментарии все озвучены у нас согласно тайны буквально на две веки мы уже с вами немножечко пересидели так что называется но тем не менее я бы хотела чтобы сейчас всего еще раз поблагодарили представителей которые сегодня принимали участие в нашей программе субтитры Продолжение следует...